Почему я говорю, что не садитесь? Почему я говорю, что я хочу именно почтить этого человека? Именно почтить. Потому что, вы знаете, действительно, я очень благодарна Богу за Юлю. Ну, на самом деле, очень благодарна Богу за Юлю, потому что Юля, она очень давно в Боге, очень давно. И вы знаете, на протяжении её христианской жизни ей приходилось пройти нелёгкий путь, очень нелёгкий путь. И разное в её жизни случалось, и взлёты, и падения, всё происходило. Но я очень благодарю Бога, что вот в 21 веке она, вот после всего, что с ней происходило, она сумела подняться, она сумела встать, она сумела сказать себе самые важные слова, ради кого и для кого она живёт. И я очень благодарна Богу за то, что она сегодня своим примером, своим талантом, своими возможностями, всем, что у неё есть, она служит Богу. И поверьте мне, у неё нелёгкая судьба. Она воспитывает одна-троих детей. У неё один сын сегодня сидит в тюрьме. У неё очень нелёгкая судьба. Друзья, когда ко мне приходят наши молодые парни, начинают рассказывать, что у меня столько проблем, и я задаю вопросы. Какие у тебя проблемы? Скажи, какие проблемы? Потому что ты не можешь нормально получить образование и найти себе работу? Это не проблема, это просто надо взять и сделать. Но есть девушки, есть женщины, которые несут на себе ответственность. Казалось бы, она по-человечески должна была бы сегодня заниматься только своими истями. Она по-человечески должна бы сегодня решать проблемы своего сына. Но вы знаете, она сегодня решает проблемы других людей. Она начала очень сильное движение противоборта. Поверьте, дьявол не может быть этого движения. Она помогает сегодня в анатомии брака молодым людям, которые сегодня так нуждаются в этом, чтобы остановить войну, которая сегодня творится в наших семьях. Поэтому для меня лично, Юля, она очень дорогой человек. Я говорю сейчас перед Богом и от сердца. Для меня вы все любимые, знаете, все классные. Но есть всё равно люди, которых хочется не просто поздравить, хочется почтить, хочется поблагодарить Бога за них, и хочется сказать им, что они очень ценные и важные. Потому что иногда, знаете, мы, ну, допустим, я много служу тоже, я много помогаю людям. Ну, скажем так, я посвятила свою жизнь людям. И вы знаете, обычно люди, которые посвящают свою жизнь другим людям, они не получают каждый день благодарности, они не получают каждый день похвалу. Они получают часто нож в спину, пулю в спину, всё, что угодно они получают. Вот. И, знаете, таких людей надо иногда, вот как Юля, их надо просто почитать. Действительно почитать. Поэтому я хочу просить вас сегодня, чтобы мы действительно почтили её, почтили особой молитвой. Особой молитвой, чтобы Бог действительно благословил её. И всё, что дьявол у неё украл, всё, чтобы он вернул всеми. Даже каждую минуту, которую дьявол украл у неё, каждую минуту жизни, которую дьявол украл, какими-то проблемами, трудностями, своими, знаете, палками в колёса, которые он ставил ей по жизни, чтобы Бог всё равно это ей вернул и наградил. Вот. Понимаете? Чтобы Бог воздал ей. И чтобы она действительно сделала свою жизнь великой и достойной. Потому что я очень уважаю людей, которые ложат свою жизнь на жертвенник ради других людей. Не ради зарабатывания денег, не ради устройства в жизни. Это всё можно сделать. Но люди, которые кладут свою жизнь на алтарь ради других людей, они в особой чести находятся у Бога. Поверьте, таких вас много, но сегодня её день. Есть такие здесь и среди вас, это не только она. Есть. Но сегодня её день. Когда наступит ваш день, вот, таких людей, как Юля, я вам тоже обязательно об этом скажу. Поэтому давайте мы за неё помолимся. Я очень хочу попросить тебя, Ольга Игоревна, чтобы ты помолилась, потому что мне очень тяжело. Да, пока мы помолимся, я хочу тогда тоже огромное дело дать вас нашим повторям. Потому что, действительно, только благодаря повторям мы можем подниматься и идти дальше. И я просто хочу каждому из вас сказать, что бы ни случалось в вашей жизни, что бы ни происходило, как бы вы ни падали, ни спотыкались, ни ошибались, мы все люди. Но наберите себе смелости и прийти и признать свои ошибки. И прийти к Богу, прийти к пастырям, которые действительно, они вас поймут и примут и простят. Это значит, кроме Бога, Бог первый, да, но есть ещё пастыря, которые поставлены над нами. И если Бог привёл вас в эту церковь, значит, пастыря это наши родители, которые никогда не предадут. Мы можем их предавать, мы можем фыркать, мы можем что-то, когда нам не нравится, когда мы хотим своего, да, вот я хочу и всё, я считаю, что так правильно, что так будет нехорошо, лучше. Но когда вы уже совершили эту ошибку, когда вы действительно уже поняли, осознали, что вы где-то там нагадили, где-то там что-то сделали не так, то есть действительно я благодарю Бога, что я вот смогла переступить через себя и сделать этот шаг. И прийти к пастырям и сказать, действительно, примите меня. Вот такая, как есть, вот то, что я наделала, примите. Я очень благодарна. Группу спасибо, что вы действительно верили в меня, только благодаря этой вере, я смыла действительно 5 декабря вперёд, поэтому держитесь за церковь, держитесь за пастырей своих. И всегда берите к нему, только они вам смогут показать правильный путь и вывести вас в правильное русло, на правильную дорогу. Хотя иногда этот путь неудобно. Да. И два грамма боли сопровождают нас на каждом пути. Вот нельзя их обойти, вот нельзя. Земля круглая, куда бы ты ни пошёл, везде грамот. Слава Богу, что у нас действительно есть пастыря, к которым мы можем вернуться, и они действительно нам протянут руку помощи, и действительно помогут. Давайте помолимся сейчас за Юлю. Ну вот пожелайте ей того, чего бы вы желали себе. Не желайте ей того, чего бы вы с ними пожелали. Хорошо? Давайте мы сейчас помолимся. Слава тебе, дорогой Бог. Отец, мы приголим тебя сегодня, Боже. Мы благодарны тебе, Господи, за это рассчитываю. За то, что ты знал ей жизнь, за то, что ты господи, за то, что ты поднял ее, за то, что ты поднял ее, за то, что благотворение, за то, что ты делаешь ее жизнью. И мы просто не надо работать. Это, когда я наш сети, это не слови, особи, другую. Пусть это новый год в ее жизни. Вот это, чтобы было наслаждение, надо. Это, как думаешь, а поставить на свою милость, для ее парточек, для ее правосудия, с вами у нас «초у». Ей чи не надо вот-то. Получить на что и благословение от тебя. Но, она такая влажная, что она за шутишь. Просто благословение со savvyю грошеннию. Большая в maskите к неверой жизни. Большая вламочка. Большая влажности к ее космосусьие дорогие жизни. Чтобы она ничего не имела жизни. Чтобы она ничего не видела 갑 sorry. Krug его не достался. За что мы возьмем что-то делать, а иди на свою руку. Мы на меня господи, что есть, и мне нравится то, что она делает, что она у нас дает тебе. Я прошу тебя, пожалуйста, прояви Господи свое благо моление, прояви Господи свою милость, Господи в жизни. Просто просто все, что она делает, но у тебя есть. Господи, Господи, мы успеем, мы планируем слабления, но у нас дождая, но у тебя есть. Я приказываю тебе дьявол, все, что ты у него прав, оставишь семеро. Мы, Иисуса, когда решаете произвелание жизни, мы поздравляем божью, волю и божью благостно. Мы, Иисуса, в Иисусе, в Иисусе, в Иисусе. Аминь. 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 Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Я советую вам всем сегодня поздравить Юну так, как вы можете. Вы можете owns требуется в своемıyorsunце. Продолжение следует...